Всем привет! С вами канал MarosLive и в сегодняшнем выпуске мы говорим о работе в Чехии. Сегодня будем говорить о пищевых складах макро, о которых нам расскажет наш подписчик и друг Дима. Дима сам из Донецка. Дима, привет! Поэтому усаживаемся, ребят, поудобнее, ставим нашему герою лайки. Мы начинаем! Дим, знаю тебя около года. Дима, расскажи, пожалуйста, нашим зрителям о том, как ты ехал в Чехию, потому что рассказывал ты мне свои перипетии с этой визой. Попал ты как раз в такой сложный очень период, когда эти были квоты, назначения, регистрации, все это было тяжело. Как у тебя было вообще изначально, как попал на эту работу? Ну, изначально я попал на эту работу, так как у этого работодателя я работал в том году. Стоимость самой визы этот работодатель берет 3500 в кронах. Это напрямую. Ну, так как там есть переводы с деньгами, получилось чуть-чуть дороже. Документы делаются в среднем месяц-полтора. Потом их присылают по почте. И уже получилась ситуация, так как мы должны были ехать на один город, но так как было продление документов старых людей, которые остались еще с весны, и мы, получается, не... Такая накладка получилась, что люди не захотели уезжать, и нам переделали документы на другой город, на Прагу. Это в какой был период, в каком месяце? Это было в середине августа, где-то, в 20-х числах. Нам, получается, где-то за две недели переделали документы и отправили в начале сентября, пришли в Украину. Мы немножечко совсем не успели прийти нам документы, буквально несколько дней. Придумали вот эти квоты по 150 человек, в разных городах, разные цифры были. И стать на очередь было нереально своими силами. То есть своими силами можно было стать где-то на середину октября. Мы попробовали, ну, как бы, не было выгодно. Соответственно, два месяца теряется с визы. Ну, и как бы нашли объявление в Фейсбуке, как их все называют, помогалы, которые за деньги делают, уже ставят на очередь, на регистрацию. Им называешь там дату, до какого числа там нам подходит. К этой дате они нам сделали. Единственное, они сразу спрашивают, в каком городе вы хотите податься? Там Киев, Днепр, Харьков, там Одесса. Где будет, там туда и поедете. Я говорю, да, без проблем. Все. И буквально через три рабочих дня нас поставили на очередь на 25 сентября. Соответственно, наши документы были с 10 сентября. Мы уже 15 дней потеряли. А какая стоимость получается этих сумм, этим помогалам? Получается, если до 25 сентября было 70 евро, если, к примеру, там 26 и дальше, то 30 евро. Как бы, если, ну, там, буквально 2-3 дня можно было, как говорится, сэкономить, но мы не стали экономить по той причине, что в Украине была нестабильная обстановка. И можно было и вообще даже 25 сентября не выехать, там, или 30-го. Мы не стали на этом экономить и заплатили по 70 евро. Нам, получается, после того, как лист регистрации сделали, скинули пароль, логин, и мы зашли на Visa Global, все проверили, все актуально, все хорошо. Потом перекинули деньги на карту. И, как бы, через этого человека еще прошло, там, несколько моих знакомых. Тоже все хорошо, все нормально, все подались. Не страшно было вот так вот, просто незнакомому человеку отбавлять 70 евро на секунду? 70 евро, да. Но выбора просто не было, так как у друзей, знакомых у меня, как бы, хватало. Да, но даже большие чины в Киеве не могли помочь с этой регистрацией. То есть Visa Global – это отдельная страна, республика, в которой, ну... Государство государства. Да, там никто не мог помочь, и даже там большие дядьки не могли помочь. Они разводили руками, говорили, мы не можем. Вот как-то так получилось. Ну, я так понимаю, что ты прилично попал на эту визу. Такая, то сколько реально обошлась? Все полностью нам обошлось вот для одного человека 15 тысяч. Это, в общем, виза, страховка, приглашение, билет на самолет. Летел самолетом уже сюда? Да, мы решили лететь самолетом по той причине, что на тот момент был открыт только лужанка, и люди выкладывали большие видео, что там очереди по двое-трое суток стоят. Мы как бы решили, ну, не экономить на проезде, и полетели самолетом. Но уже терять, как бы, эти дни драгоценные уже не дошли. Можно было, да, выехать заранее, но просто там сидеть два дня в автобусе. Но при том, что перевозчик все равно говорит, мы вас довезем ровно за 27 часов, и 100%. Да, есть, как бы, всего несколько контор, которые везут. Остальным, как бы, я не доверяю. Есть там Регабуз и СВД Транс. Если хотите, то едьте только этими перевозчиками. Остальным, не знаю, как там. Есть еще бусики, которые возят 150-200 евро. Ну, гарантии, наверное, не особо. Они дают 100% гарантию, что прям за сутки они тебя довезут. Ну, опять же, заплатить 100 евро, это там 3300 гривен, если самолет стоит 3600. Ну, экономия в 300 гривен, но ты через два часа в Праге, или ты будешь сутки тарахтеть в том бусике. Ну, согласен. Невыгодно это все. Я тоже неоднократно говорил во всех наших видео о перевозках, о переездах. Мы используем тоже самолеты, потому что это реально большая экономия времени, большая экономия денег. Как ни крути, хоть кажется, вроде бы, билет стоит дорого, но на самом деле это реально очень выгодно. Окей. Приехали в Чехию, то есть прилетели в Чехию, сразу же, так понимаю, сдали тест. Да, сразу по прилету мы сдали тест. Стоит 1750 крон. Ответ, там нужен номер телефона лучше чешский. Можно записывать два человека на один номер, и придет смс, что тест негативный или там отрицательный. Ну, как-то там приходит оно. Мы вечером сдали часов где-то около шести, и на следующий день, часа в два или три дня, пришел ответ, что тест негативный. Пришла ссылка на почту. Обязательно там, когда заполняешь анкету, пишешь почту. Приходит на почту ссылка, и в смс-ке пароль. И ты можешь переходить по этой ссылке, вводя пароль, и ты можешь скачать эту бумажку. Документ. Да, документ. Он с печатью, и ты можешь предъявить на работе, что все хорошо, вот лаборатория официальная. И на следующий день мы, получается, приступили к обучению. Нас повезли на это предприятие, нам технику безопасности читали, вводный материал, получается, весь день. То есть где-то около восьми часов мы проходили вот так вот инструктаж. Это просто, как объяснили, бесплатный день. То есть он не оплачивается вообще ничего? Он не оплачивается, но нам пообещали, что за него должны оплатить. Семь с половиной часов. Семь с половиной часов нас водили по всем складам. Это тут, это тут, это так, это так. Сколько, вообще, где-то находится ваш склад? Это где-то 15 километров, может, 20 от самой Праги. То есть добираться, если автобусами, то только двумя, там, я даже не смог найти, даже по Идосу, как туда можно добраться. Ну, как-то люди ездят, но я не знаю как. Какие-то направы, наверное, существуют, Там ходит каких-то два автобуса. Одним с Летнян можно доехать до определенного места, потом пересесть и опять же там еще доехать на каком-то. Ну, я не знаю как. Только на такси можно. 250 крон с Летнян. Ну, как потом. Ну, это единственный транспорт, который я нашел. Ну, до права у вас есть? До права идет с разных метро, с Черный мост, Летняный и там еще какой-то. Дают график такой и там четко поминутно расписано на какой остановке тебя могут забрать. То есть, если ты стоишь, к примеру, на одной остановке, а тебе надо там быть. Тебя автобус не остановится, он проедет и даже глазом не марнет. Ну, тут да, есть такие правила, у них свои, они стали четко на остановке. Он подъезжает минута в минуту или на пару минут раньше, но отправляется четко в минуту в минуту, как написано в графике. Он не может отъехать раньше или позже. Четко поминутно идет. Приехали на макро, то есть, прошли обучение. Сколько еще длилось обучение на работе? Три дня нас ходили, каждый день мы проходили шкаление. На каждый, первый день нам объяснили полностью весь процесс, а потом следующие дни определенно мы проходили. Там есть три вида работы. Пикинг, развод товара по самому складу и третий это упаковка товара для, я не знаю, там стоит такая система компьютерная и получается, люди складывают в бедни и уже сам компьютер решает, что, на какой магазин дать. И получается, бедни там уже как-то человек комплектует и это как заказ получается. и на каждый день ставили на целый день на определенную эту работу. То есть, обучались по разным группам, по разным. Мы должны три вида работы знать на зубок, что подскакивал. Давали вам кого-то переводчика? Нет, переводчика нет. В основном здесь работают одни чехи, где-то там 20-30% очень много филипинцев, болгары и может около 30-40% украинцев. Где-то так. Больше, мне кажется, больше там филипинцев. Потому что как-то они так захватывают рабсилы, но они работают только по 8 часов. У них совсем другой график, не такой, как у всей галлы. А вся гала в основном работает? Вся гала работает по 12, две смены. С 6.30 утра до 18.30 вечера и ночная точно так же. С 18.30 вечера до 6.30 утра. Как с перерывами? Есть два получасовых перекура, но перерыва как можно на обед. Или можно брать перекур 10 минут и 20 минут обеда. И это до 12. И точно так же после 12. То есть можно по полчаса использовать так, как ты хочешь. А засчитывается сколько, если получается, используешь? 11 часов. 11 часов засчитывается в смену. То есть график как бы 12-часовой, но час ты можешь использовать как ты хочешь. Туалет, если ты захочешь выйти с самой галлы, то тебе надо пикнуться и выйти в туалет. Или в самой галле есть туалет, который там нигде не фиксируется, просто сходил и время не отнимается работы. То есть я так понимаю есть чипы? Чипы, да. Работа по чипам, то есть вы выходите из зала? то обязательно нам должен пикнуться. И куда ты идешь? На еду отдельная кнопка нажимаешь, на перекур отдельная кнопка нажимаешь и домой третья кнопка. То есть передвижение контролируешься? Все передвижения, да. И получается, когда ты приступаешь к работе сканером пикаешь свой бейджик и ты наглашиваешься на саму работу и если ты на штабеллере работаешь, ты опять же тоже приглашиваешься и в программе видно, что ты на каком-то штабеллере ездишь. То есть сел и поехал. Нет. То есть ты обязательно приглашиваешься своим бейджиком и в программе светится, что ты на таком-то вот там-то там-то ездишь. То есть ну по-любому тотальная слежка за людьми она присутствует. То есть видно, да, и где ты, как ты там катаешься. Если вдруг авария произошла, у них в программе там раз показывают, что на такой-то уличке там произошла авария, там уже мистеры эти бегут и разбираются по какой причине кто виноват. Склады вообще большие? Там три склада, да, наш, наверное, около наверное 10 тысяч квадратных метров. Где-то так. Есть еще морозильник, ну я бы не сказал, что он большой, где-то он может квадратов 600-700. И молочная камера, ну мы так быстро пробежались, я не успел посмотреть. Показали вам все склады, да, попал ты работать на теплый склад. То есть определенно сразу ты должен сказать, на какой склад ты хочешь, теплый, холодный. А, то есть еще выбор есть. Да, если идешь на холодный склад одна цена, на теплый склад другая цена, на 10 крон разницы, ну как-то она там несущественна. На холодном складе выдают теплую одежду, бутсы, штаны, куртки, шапки, все, все выдаются. Хорошо, а на теплом? На теплом ты просто приходишь и можешь работать кто в футболке, кто в чем хочет. Условия комфортные? Условия, да, теплый склад, ну градусов 25 там точно есть. Ух ты. То есть комфортно. Ну плюс ты еще перекидываешь товар, соответственно ты еще разжариваешься. Некоторые люди, я смотрю, ходят в футболках как-то. Ну единственное, в шортах там непонятно ходить нельзя и обувь обязательно железным носком. Понимаю, эта обувь выдается самой фирме агентуры или ты покупаешь? Самой агентурой если ты отрабатываешь три месяца, то за них ничего не высчитывают. Если ты решил уйти раньше, тогда 800 крон. Хорош. Да. Или можешь прийти со своей обувью. Димон, такой-то вопрос. Ты приехал на три месяца, но у тебя нету трех месяцев. Что получается высчитают за эти бутсы? Ну с меня не высчитают, так как я уже там работаю. А вообще да, так бы высчитали 800 крон. Можно и купить самому их, просто здесь в данный момент я даже не знаю где их купить. Есть там один-два магазина строительных, но опять же до них надо доехать, эту обувь найти и неизвестно будет ли там та обувь, а тебе надо завтра выходить. Ну где ее искать? Так тебе агентура дала, ты обул и пошел. Да, согласен. Хорошо, такой вопрос по поводу работок преимущественных. Кто работает? Мужчины, женщины, то есть кто? Может там семейные пары приезжают работают? Какая вообще работа по тяжести на этом складе, где ты сейчас работаешь? Ну, я видел, как бы, есть и семейные пары, есть и женщины, кому за 50. Но, судя по той работе три недели, как я отработал, я считаю, что работа только для мужчин. Ну, женщинам, ну, тяжело там сильно. То есть, надо поднимать коробки, которые есть там 10 килограмм, 20 килограмм, есть мешки с рисом 25 килограмм, 30. Ну, есть корма, который так же весит там по 10, по 20. А за смену так посчитаешь, ну, ты можешь перекидать 10 тонн, 5 тонн. А нормы какие-то есть, я так понимаю? Да, есть определенные нормы на каждом виде работы. Там, на той же доправе своя норма, ты должен там столько тополет за час развести. Идут часовые нормы. в этот час ты должен сделать столько, сколько хочет программа. Самое тяжелое, я считаю, что это пикинг, по той причине, что надо кидать 120 коробок в час. Вот. Некоторых позиций на подъезжаешь, допустим, нет этой позиции на остатки. И, ну, слишком много надо манипуляций делать в сканере, чтобы эту позицию потом доставили. Ну, как-то все усложнено. Не так, как надо... нельзя это просто смазать, так сказать, удалить и... Можно смазать, если ты, к примеру, так вот третий раз к этой позиции подъезжаешь, а ее вот нету. Да, можно там разочек, там два подсмазать, подхалтурить, подхалтурить, что нет позиции, ты идешь, ищешь ретрак и типа сними Типану мне, пожалуйста. Там есть на ретраках русскоговорящие люди, есть, половина есть, ну, которые там... Просто им показываешь сканер, потребую, и они тебе снимают. То есть все без проблем, никто там плохого тебе ничего не скажет. И, ну, отношения, самоотношения, мне нравится. Отношения хорошие. Да, к людям отношения хорошие, да. То есть, ну, сами чехи, вот, ну, что-то ты не понимаешь, ты пришел, говоришь, ну, вот, проблем. Он там раз, раз посмотрел, окей, раз, ну, помог тебе, и, ну, каких-то там упреков нет. Как бы, хорошее отношение. И не важно, там, чех, ты украинец, там, или кто-то там. Пришел, проблема, он тебе раз, там, решил, и ты пошел работать дальше. Это очень важно в этой работе, потому что, если у тебя идет трессинг, давление со всех сторон, во-первых, такой-сякой, там, ксенофобия присутствует, то это, конечно, очень плохо. А в таком ракурсе, как сейчас у тебя, ты рассказываешь, это круто. Да, то есть, ну, здесь я не видел такого, чтобы кто-то там как-то косо смотрел или нет. К любым, ну, можно, допустим, подойти к филиппинцу, к тому же, вот, ты не понимаешь, ну, там, попросить, вот, не понимаю. Он тебе покажет, расскажет, да, может, ты не поймешь, но он тебе поможет, да, по той причине, что они просто слишком быстро уже, ну, как-то, раз-раз в сканере и сделали, а ты, ну, не успеваешь посмотреть, объяснять, и у него нет времени, потому что он делает свою работу. естественно. Да, и он как бы помог тебе, ты вроде раз там решил проблему, а у тебя, оп, и второй раз такая же проблема. Раз-раз по сторонам нет никого, ну, что, надо ехать на канцелярию, уже там уже, как бы, да, ну, так как мы уже, ну, отучились 3 недели, ну, уже, как бы, прошли эти шкаления, то уже, я лично никому не подхожу, не спрашиваю, уже ориентируешься, как бы, что это делать. уже эти нюансы, которые были изначально, они отпали. Самое главное, уметь складывать поддоны. Товар, который тяжелый, вниз, и выстраивать пирамиды, так, чтобы оно нигде не упало, не завалилось, не рухнуло, не завалилось, по той причине, что у меня получилась тоже ситуация. Я не знал, чуть-чуть там этих нюансов, поставил вниз коробки. Они вроде бы как устойчивые, но по факту, они не выдержали той нагрузки, которая была сверху. И я потратил время на то, чтобы палет переложить. Ну, за это никто там не ругал, не кричал, но, как бы, это все время, которое ты должен работать, а не заниматься перекладыванием товара. Хотя, я видел, что и чехи молодые, которые пришли с нами, они точно так же там страдали неправильно и перекладывали. То есть, условия равны для всех? Для всех. То есть, как получится, так получится. Как научили, так и... То есть, изначально, если идти на этот склад, то вообще на любые склады, то человек должен был работать хоть раз на складах. Просто так на склады нельзя идти. Только человек должен уметь пользоваться сканером, уметь пользоваться возиком, обязательно, пускай прав нет, но он должен уметь на нем. Если ты не умеешь, делать там нечего. Это 100%. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, Дим, такой момент по работе. Ты каждый день встаешь на одной и той же позиции вот в этом складе или как-то получается, что каждый день на разных позициях? Утром идет распределение. Мистер конкретно ставит ты на определенный вид работы, ты туда, ты туда и ты туда. может посреди рабочего дня в любую минуту подъехать к тебе и типа скончишь процесс и идешь туда. Все. То есть ты не обговариваешь, не споришь, просто заканчиваешь собирать, к примеру, если ты на пикинге, собираешь поддон и идешь там на доправу, к примеру, если ты на доправе, он тебе говорит, все, скончил, иди на пикинг. То есть может быть такое, что у нас была ситуация, мы проработали на рыбаке, у нас оставался час до конца рабочего дня, пришел мистер, говорит, все, быстренько на пикинг мы не успеваем. То есть по той причине, что кто-то, видно, со смены не вышел, там идут же определенные заказы на разные города и приходят машины грузиться. И видно, мы не успевали и нас перебросили на этот пикинг и мы дорабатывали час на пикинге. Может такое быть, я так понимаю, что людей они регулируют целый день. Могут вот так вот менять процесс работы. Но оно с одной стороны хорошо, по той причине, что тут ты немножко устал, там чуть полегче и как бы оно вот так вот взаимозаменяется. Ну плюс перед глазами все-таки разная картинка. Да, да, да. Потому что пикинг, он тяжелый по той причине, что в некоторых ячейках видно плохо цифры, буквы, еще что-то там и надо приглядываться и очень внимательно читать сканер. Очень внимательно. Сканер же получается на чешском? Сканер на чешском, да. То есть русского языка там нет. Единственное, принтеры там стоят эти, то там, да, есть русский язык, можно выбрать, но я так раз выбрал, но потом поминал и подошел. Так нормально, мне нравится. Это супер. Лимон, вопрос по жилью. Какое у вас жилье реально? Вы живете в общежитии, либо это какая-то квартира и что по чему? Что по стоимости? Нас поселили в квартире, трехкомнатная квартира, в одной комнате живут четыре девочки, в нашей комнате мы как семейная пара и живет хозяйка. Оплата у нас получается 9500 в месяц за комнату. То есть получается по 4750 4750 да, с человека. Квартира евроремонт, ну, как бы теплая, все, все принадлежности, которые нужны, посуда, все есть. Кастрюли, то есть мы то, что с собой взяли, используем только из чашки нашей. Все остальное мы все есть. Здесь условия отличные. Условия замечательные, да, и соответственно, ну, наша агентура заранее сняла это жилье еще за неделю до того, как мы приехали. То есть вот так. Ну, супер. Ну, хорошо, получается, вот вы работаете по 11 часов, которые засчитываются, да, из 12-часового графика. Сколько часов у вас получается в месяц? 165 часов. У нас график длинный, короткий, как они здесь называют. На одной неделе мы работаем 4 дня, на другой неделе как-то 3 дня. Там такой плавающий график. Есть дневные, ночные смены. И всего выпадает в месяц 15 рабочих смен. То есть какие-то дополнительные причесы? есть дополнительные смены. Если они есть, ты в конце рабочей своей смены и завтра у тебя выходной подходишь к мистеру и спрашиваешь, если есть работа на завтра, он тебе говорит, да, ты можешь выходить. Он тебя записывает и знает о том, что ты завтра выйдешь. То есть просто так взять и выйти нельзя. То есть если ракмешен, то можешь пойти после домой. Тебя просто изначально отправить домой, но добираться будет тебе только на такси по той причине, что 15 километров от Праги ты ничем не доберешься. Автобусы также не будут транспортировать? Автобусы, даже непонятно, где там остановка, потому что это, я так понимаю, большие склады и там их очень много и заблудиться там до остановки я даже не знаю, сколько там идти от складов. Ну хорошо, переходим к вопросу об оплате, потому как я так уже прикидываю, что оплата жилья с вашей зарплаты идет почти 5 тысяч крон ежемесячно, плюс еда там минимуме, думаю, 4-5, в зависимости, кто-ка, конечно, кушает на одного человека, то сколько оплачивают в час? 150 крон в час у нас идет. Это чистого? Это чистого, да. Социалку и здраводку они оплачивают, видно, там со своих и платят нам 150 в час. То есть получается на морозильнике как ты рассказывал? На морозильнике 160 в час. Там 10 крон разницы, но мы посчитали, что это несущественно и как бы изначально не соглашались туда идти. Так прикидывая, в районе 25 тысяч у вас будет закладывать? Да, выходит, да, ну там чуть-чуть не хватает, вставка. И если еще выходить в пресс-часы, ну, то тогда можно до 30 и выше зарабатывать. Но пока их на данный момент не дают, так как пандемия, да, может быть будут, но пока нет. То есть работы сейчас не так много, как было раньше, как говорилось, что пищевые склады всегда работа есть, требовалась, но не совсем так. Не совсем так, да, работы не так много, ну, по крайней мере, на вот эти 12 часов, что мы выходим, работа есть всегда. И за все время был один день, когда работа буквально, ну, не хватило минут 30 до конца рабочей смены, работа закончилась, и мы просто делали уборку, как они называют, уклить, и просто ходишь, бумажки собираешь, все. А так, все смены, работа четко, все хватало, всем. Сколько реально получается, вот, если отработать, через там, 160 чистыми, вот, выходит в месяц? Ну, понятно, что это еще твой первый месяц работы на этом складе, то есть, реально, примерно, прикидывая, что сейчас потратил там какие-то авансы, авансы, есть в любом же случае, дают же? авансы дают, только сколько ты попросишь, но обычно не больше 2000 в неделю, на человека. То есть, в реальности это выходит, чистого, так, чтобы отложить, сколько будет реальности у тебя, примерно? Ну, это просто, если работать с первого числа по, ну, по 30, допустим, заработал 25, минус жилье 5, грубо говоря, ушло, и где-то около 4 тысяч будет уходить на питание, ну, если ты не куришь, соответственно, ну, а если куришь, еще полторы сверху минимум. Курение здесь не дорого. Да, минимум 100 пачка сигарет, крон, да, как бы, есть украинские сигареты, можно покупать по 75, но, опять же, они продают только блоками, попачечные нельзя купить, то есть так. Ну, получается 15, где-то 15, 14, можно отложить на, на потом. Ну, в принципе, это неплохие деньги, если сравнивать, опять же, с Украиной. Единственное, конечно, минус, то, что это жилье достаточно дорогое, но это, опять же, Прага, как ни крути, все-таки стандартная цена, вот, потому что, если бы нашел какую-то работу с бесплатным жильем, я думаю, там была бы меньше оплата. Меньше бы оплата была, Соответственно, так как это, допустим, можно спокойно на тех же фушках идти, работать, там, по те же 100, 120, там, ну, 130 крон, в зависимости от работы, естественно. Хорошо, Дим, что реально посоветуешь будущим нашим зарубичанам, Ну, советую перед тем, как ехать, обязательно знать свою агентуру, на какую вы будете ехать. Есть в фейсбуках группы с черным списком. Обязательно, если вы сомневаетесь, вы там где-то что-то не уверены, там задайте вопрос людям, там все вам расскажут, и по каждой работе точно так же. Просто есть люди, которые, допустим, хотят ехать там на, там, склады, склады Альза, там, мол и тому подобное. Одни говорят, да нет, там все классно, другие говорят, там нет, все плохо. То есть пока ты сам не попробуешь, ты сам не поймешь. Предыдущая работа, где я работал, тоже там кричали, ой, тяжело, ой, тяжело. Не знаю, я три месяца отработал, мне очень все понравилось, и я бы поехал бы еще раз, если бы там были часы. На данный момент часов нет, так как их спортивные магазины закрыты. И работают они только по интернету, ну, что такое интернет заказы, это, соответственно, уже не то, так как было до этого. Ну, естественно. Как-то, обязательно проверяйте агентуру. Очень много от чего зависит. Агентура есть хорошая, которая делает документы быстро, три недели, месяц, а есть, которая будет тебе делать три месяца, четыре месяца, и тебе рассказывают там, да вот не получается, да вот еще что-то там, и вот такого плана. Есть, которые берут деньги сразу агентуры, есть, которые берут с первой зарплаты. Здесь непосредственно? Непосредственно здесь с первой зарплаты, да. Расценки у всех разные, 150 долларов, в основном, 150. Если предлагает вам агентура 250, 300, все, сразу забудьте, это все кому-то идет на карман, так как стоимость документов максимум 150 долларов, если в евро, то это 100. Все остальное, это уже карманные деньги тех помогал, которые через, через кого-то там делают. Вот так. Это такое напутствие, и в принципе, по визе, еще такой момент, я заметил, так как у меня было, и у моих знакомых, когда вы заказываете визу новой почтой, не берите билет, в тот день, когда вам приходит новой почтой к вам на адрес. Билет имеется ввиду на транспортное средство, автобус, самолет? Допустим, мне пришла новая почта 2-го числа, а виза была с 3-го. То есть, они как-то или это просчитывают, или, ну, я не знаю. И не надо брать билеты, иначе вы просто останетесь с носом. Уже у троих человек такое совпадение. получили визу, потом уже взяли, допускай, на два дня позже билет на самолет, либо на автобус и поехали. Чтобы уже была гарантия 100%, что вы уже будете с визой и уедете. А не так, что вы, допустим, знаете, там сказали, ага, 2-го числа у вас будет виза, вы на 2-ое число берете билет, а в итоге виза приходит 3-го, и в итоге билет сгорел, и вы их не вернете. Максимум, дай бог, перенесете, если это возможно будет. Поэтому, такие моменты. Да, и еще такие моменты, если документы, даже вам визовый центр прислал смс о том, что виза готова, и к вам она едет, тоже не покупайте ее, потому что у одной моей знакомой была ситуация, тоже пришло смс, виза ваша готова, документы едут, и виза ей приходит, она открывает паспорт, а там нет визы. И дополнительная бумажка, отказ, по той причине, что неправильные поданные данные. При том, что смс пришло, что виза готова, новой почтой они едут, она открывает паспорт, там визы нет. Вот такая была ситуация. Это сейчас такая частенько наблюдается ситуация, когда приходит паспорт, а реально визы нет. А это уже потом, когда она узнавала, что и как, и почем, оказалось, что агентура сделала там несколько ошибок в самих документах, они ей переделали эти документы, но старые в уряды працы не закрыли. И получается, два раза выданные документы. И они увидели это в программе, что выданные два раза документы, только с разными датами. И получается, по этой причине... Забанили. Да, забанили, получился у нее отказ. Ну, это проблема агентуры, ведь это есть такие моменты. Да, но человек уплатил туда 200 евро и остался сносом и вообще никуда не поедет. И денег, соответственно, за это никто возвращать ей не будет. Ну, вот так получилась, вот такая ситуация у нее. Да, печально на самом деле ситуация. И таких ситуаций, к сожалению, очень много в нынешнее время, потому что все хотят на этом нажиться. и, соответственно, получаются такие вот неразберихи с этими документами, с визами и всем остальным. Окей, Дим, тебе спасибо большое за очень подробное интервью о работе на складах Макро. Вот. Мы тебе желаем, наш канал желает тебе развития, добиться того, чего поставил перед собой, там, перед своими... Миллион, миллион, заработаем миллион. Будет миллион, в любом случае. Вот. Ну, а мы на этом будем заканчивать. Кто еще не успел подписаться на наш канал, подписываемся, ставим лайки нашему герою за это интервью. Делитесь комментариями, кто был на каких складах, либо на каких-то своих работах. Обязательно интересно будет почитать. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока. Пока.